В Пекине завершили зимние Олимпийские игры. К сожалению, нашей сборной не удалось привести медаль ближе всех к награде. Был знаменосец конькобежец Абзала Жгалиев. Шорт-треки на дистанции 500 метров. Спортсмен стал четвертым. И сегодня Абзал у нас в гостях. Абзал, здравствуйте. Я благодарна, что вы нашли время к нам прийти, учитывая, что вы буквально с корабля на вал из аэропорта. Правильно я понимаю? Да, правильно. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете после перелета? В порядке все? Немного устал, но я приехал. Мы очень-очень рады вас видеть. Абзал, скажите, пожалуйста, четвертое место для нас, болельщиков, это хороший результат. Как вы сами оцениваете свое выступление? Я поехал на Олимпиаду знаменосцем капитаном сборной Казахстана. Я хотел выступить достойно, защитить честь страны нашей и выступить достойно. Я думаю, я хорошо выступил. На этих Олимпийских играх выступали лучшие из лучших своих стран. Я прошел квалификацию, потом четвертый финал, полуфинал. И в полуфинале я встретился с самыми сильными соперниками. Это были корейцы и канадцы. Они действующие олимпийские чемпионы. И был китаец, который рекордсмен мира на этой дистанции. Но я их оставил позади. Они остались в полуфинале. Я вошел в финал. В финале по тактике я все хорошо сделал. Но когда я ехал четвертым, передо мной упал итальянец. И немного не повезло. Бывает такое шортреки у нас. Неожиданно коньки срываются, а они падают. Абзал, но четвертое место это еще с учетом того, в каких условиях вы занимались. Ваша цитата. После выступления вы сказали, что для достижения лучшего результата нам нужен быстрый и качественный лед, как в Китае. Объясните, пожалуйста, что это значит? Я так понимаю, такого льда у нас нет. У нас есть. Близко. Немного близко. В Аллау сейчас. Перед Олимпиадой нам только за месяц так сделали. Давайте поясним нашим зрителям. Аллау это дворец, ледовый дворец в столице, куда люди ходят тоже покататься на коньках. Да, ледовый дворец в Аллау, так называется. И мы, сборная Казахстан, там готовились перед Олимпийскими играми. И нам за два месяца, можно сказать, до Олимпийских игр сделали лед быстрым. И такие условия сделали. Но хотелось бы, чтобы нам после каждой Олимпийских игр идет подготовка. Вот сейчас Пекин закончился, у нас четыре года подготовки. Нам бы хотелось бы, чтобы все четыре года в поставленной основе нам давали лед. И такой быстрый, который нам за два месяца до Пекина давали. Смотрите, я взял еще раз. Аллау это дворец для массовых катаний. То есть люди туда приходят и катаются. А вы всего за два месяца до Олимпиады получили такую возможность тренироваться? У нас до этого было, но сокращенно, можно сказать, полтора часа. А нам в основном нужно побольше. По два часа или же по четыре часа утром. И после обеда у нас вечерняя тренировка. Также минимум два часа. Нам, получается, после Нового года отменили массовое катание. Думали, что нам хватит месяца подготовки. Хотелось бы, чтобы у нас давали любое время, сколько мы захотим. А после у нас массовое катание может быть. Но у вас сейчас сменился министр. Вот скажите, пожалуйста, как-то обсуждались ваши проблемы? Или, может, вы сейчас нам озвучите, какие еще есть проблемы в олимпийском спорте, именно в вашем виде спорта? Я сам лично ему говорил. Он знает об этой проблеме. Даурин Абаев. Даурин Абаев. Он обещал, что исправит, поможет в этом деле. Что нам лед даст, сколько мы захотим. И пообещал решить эту проблему. Надеемся на хорошее. А скажите, пожалуйста, мы тоже надеемся. А скажите, пожалуйста, министр какие-то говорил на путстве. Давайте, ребята. Буквально перед Олимпиадой его же назначили. Да, ну, перед Олимпиадой я, как знаменосец, поехал в Аккурду. И вот нам президент страны вручил флаг. И тогда я увидел вот Адаурин Абаева и всех из министерства. Вот тогда немного проблем мы обсудили. И они пообещали помочь. А не, я так понимаю, министр и президент? Нет, как раз мужем от Кемила, у него времени не было. Он после нашей встречи поторопился. У нас, можно сказать, он пожелал нам удачи и уехал по своим делам. Абзал, спасибо вам большое. Мы тоже хотим пожелать вам удачи и отпустить вас, чтобы вы отдохнули. Наконец-то и после такой нервотрепки, и после перелета. Спасибо огромное за то, что вы выбрали студию 7 первой локации для первого интервью после Олимпиады. Спасибо.